Двухэтажные дома на Ольгинской. В таких каждый друг друга знает. Больше того, соседи обычно имеют теплые отношения, поддерживают друг друга. И жители дома номер 46-1 тоже объединились. Это единство им очень необходимо в борьбе с произволом соседки из 14-й квартиры. Да, именно в борьбе. Иначе не назовешь. Жители предложили посмотреть, что творится за домом. Виды правда безобразные. Подоконники первого этажа испачканы человеческими фекалиями. Под окнами пищевые отходы. Добрая соседка подкармливает кошек. У меня в горшках там цветы росли. И в горшках мясо. Ну, в принципе, цветы там больше не растут, потому что там мясо. Летом там более жестко все происходит. Там черви, мухи. И окно не откроешь. Ладно, там терпели, прибирались. Сейчас дети маленькие. Я не знаю, как наступит лето. Как мы с закрытыми окнами. Живет данная особа со взрослой дочерью. Вместе держит в страхе всю округу. Школьник Дима Гаврилов говорит, боюсь к другу на второй этаж подняться. Это началось уже давно. Она сначала начала музыку включать громко. Я не мог по ночам усунуть. Долго не спал. Потом я, в конце концов, привык. И произошла такая история. Она меня один раз сначала караулила. Потом второй раз. Жители удивляются. Деяния соседки остаются безнаказанными. Между тем, она сама добивается того, что наказывают других. Среди достижений незамечательной соседки – наложение штрафа на многодетную мать, оставившую коляску в подъезде. Теперь люди боятся что-либо ставить в помещение общего пользования. А недавно, по ее жалобе, сотрудники МЧС блокировали парковку для машин, которая, к слову, была организована по проекту благоустройства три года назад. Вполне себе законно. Пришла с работы. Вчера ничего не было, уезжала. Сегодня прихожу, поставлены такие шары, а мне ехать за ребенком, как мне выехать, вообще невозможно. Местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов срочно подключился к решению вопроса и обратился в администрацию Ленинского городского округа. Парковка была освобождена от блокирующих элементов. Но кто знает, что еще придумает соседка. Пытались найти общий язык и найти консенсус. Давайте будем гарантировать, что со стороны соседей какие-то рамки установим вам, что вам нужно, что вам не нужно. Нет, постепенно, постепенно в этом уступают. Она другой находит пот. Постоянно идет стремление к обострению. Люди уже многие поменяли квартиры, съехали, заехали новые жильцы. Также идет оскорбление, унижение. Газовым баллончиком спалила женщине уже той больше 70 лет, уже, наверное, к 80 баллончиком в лицо. И лицо сожгла. В подъезде установлена камера видеонаблюдения. По понятным причинам звук мы приглушили. Хотя то, что в мегафон кричит жительница 14-й квартиры, слышит весь дом, включая детей. На видео как раз тот случай, о котором говорит Ольга Виноградова. Из квартиры стремительно выбегает дочь нашей антигероини, брызгает баллончиком в лицо соседки и прячется за дверями. И это остается безнаказанным. Но жители вместе с депутатом и руководством территориального отдела намерены прекратить издевательства со стороны Любови Водопьяновой и ее дочери. В прокуратуру уже направлено заявление с просьбой положить конец бесчинствам соседей.